выезжаем в город челябинск всем привет девятый 6 мая 2023 года марта не сказать опять в общем проедемся по городу челябинск не нам в городе екатеринбург если как раз оттуда сюда по делам ну и задним заснимем сам город посмотрим как он изменился изменился ли проезжаем местный пост сказать гаи вонюченький запаху джан не передайте тут просто чистые сооружения на везде в город со стороны севера запах просто огонь да чувствуешь ну короче проверка на коронавирус диагностируйте его можно здесь если вам противно уезжать челябинск значит вы здоровый человек если вы ничего не чувствуете значит что-то у вас не то ну и ладно челябинск всем привет заправка то от не в 92 43 90 95 46 70 циферки право наоборот сейчас многие конечно цене на бензин здесь удивятся такой ценник на меньше чем других областях наших делом мы поехали в зоопарк конечно отдельное видео будет как мы там гуляем но поездка до него здесь кстати выходной день суббота движение здесь как в рабочий день ничуть не меньше вот тут бензин еще меньше по цене 43 85 90 90 95 48 80 спром нефть проезжаем заводскую часть города кстати смотри машины слева то какие фирмы раньше были какие сейчас остались хотя киа skoda написано надо будет зайти как там уже скорее всего все китайцы где на знаменитого цинкового завода вернее знаменитая стена цинкового завода туда где над чем вернее на как над которой метеорит бабахнула кто-то и она разрушилась варкульский метеорита научили аминске называют основ он успевать вот смотри здание строилось и достроилась быстро чуть такой только непонятно ангар но красивые старые старые троллейбусы с грунтовкой покрашены на 10 раз сейчас мы по сверловскому тракту дорожка такая непонятная колодцев и ты ведь и приходится врачи качество не очень так смотрю людей-то на улице мало хотя вроде выходной куде все в садах думаешь вот есть такие зелененькие автобусики я так понял они на газу ну смотрю здание какие-то высокие строятся давно в Челябинске не был кроме как по работе только кстати много они подсветок сейчас делают и у них какой-то проект о так смотри мост сделали или он был а он был его украсили просто ну что-то смотри набережная тоже никого нету да пусто народу нет или мы так рано приехали что да аху красные в общем они тут каждый памятник решили каждому памятнику делать подсветку чтоб он светился вот так Челябинск конечно это центральная улица это прям город колодцев они тут такие еще дурацкие что их объезжать приходится сто рисунки у нас здания интересные так все перестрелился а то я проехал мимо тут реально блин капец колодцы на дороге в таком количестве поворачиваем направо там это у тебя ручка трещит что ли улица коммунная и тут колодца центральный стадион как он резко затормозил а у него по уронику эти не работают что при что ли что-то я не увидел что они загорелись вот сейчас тормозить будет надо посмотреть джетта джетта нет не работает с тобой видишь поэтому показалось что он резко затормозил вот гонщики с тобой там кстати рядом зоопарка прямо рядом максимилинс можно просто зайти посмотреть что посмотреть просто посмотреть ну там еда такая сосисочная зоопарку что места где там стать бывали в зоопарке не попали немецкий как он максимилинсен и ладно едем дальше по челябинску на марченко там тоже свои дела успеваем так куда мы поворачиваем а а не знаю на проспекте поехали по прямой нам три километра ну видите кутика классно подстрижено тебе холодно что ли? ну вот одну сторону прямо вот ты на борт вверх подними когда-нибудь я не знаю я уже все уже вовсю к 9 мая готовится сейчас жара жарой а нас вот на 9 мая тупак будет погода какая-то не совпадает с нашими интересами прям совсем а видишь тут уже светофор везде современный стоит сейчас внимание обратил так сейчас мы будем центр проезжать центр города ох там смотри какие флаги красиво сделали классно смотрится по ветру еще трибуна ленин тут видимо выступление будет да? раз трибуны сделали в ВСП можно видео назвать по предпраздничном на Челябинске да? накануне 9 мая ну если честно не сказать что прям весь город украшен Это вот сейчас вблизи площади куча всего было, да, много. Сейчас уже отъезжаем, и вроде как бы даже и флага никого нет. А ты догадалась, нет? Вместо мониторей по улице? Не помню. Тоже не помню. Стройка. Какая-то... Нет, здание приятное, покрашенное, ничего бодренного нет. Как говорится, все благоустроено. Как говорят, скол какой-то там люди что-то занимаются, или что они там делают? Флэшмоб, наверное, снимают. Флэшмоб? Да, он здесь что-то танцует, молодежь тусуется. Ну ладно, пускай флэшмобится. Так, а нам когда поворачивать-то? Через 1,6 километра. Это местные... Ну, не небоскребы, конечно, но местные высотки такие. Не высотки совсем, но все же. А вот это, может, шутки что ли у них, я не понял, с белыми номерами ездят? Такие чистенькие, непонятные. Машинки. Летняя терраса, где-то реклама. Бизнес-дом. Сейчас посмотрю. О, смотри, какой горки. Розовые стали. Как эти. Ох ты, блин, полицейский лежачий незаметный. Конвейная, конвейерная автомойка. Вам обычный жилой район улицы Ловина. Ну, кстати, аккуратненько, да, подпишу. Не видно, что там замусорено. Тут же мэр у них, женщина. Как она, котово у них, миле, по-моему. Она тут все время всех ругает и хает, если там снег не убрал, либо еще что-то. Ой, а что такие рельсы-то клевые? Ну, ехал склевые. Дворы, местные. А это как так машинки стоят? Как они сюда заехали, смотри. Загородка даже есть, да? Да. Самое интересное, дороги так нету? По тротуару, что ли? Детский сад. 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 А, у нас еще одна загородка. Вот эта машина. Приводизайшн какой-то. Что за трактор мы приехали? Литовый дворец, что ли, этот? Трактор тоже называется. Он, наверное, не дворец, наверное. Что-то для занятия спорта. Спорта. Дворец. Дворец? Да. А, просто дворец спорта, не ледовый. Блин, Челябинск-то зеленый, сколько деревьев в кустах. Проезжаем парк Победы. Чего там народу-то на военной технике? Прямо дальше, нам снова через весь Челябинск надо проехать. Только теперь на запад. Надеюсь, с другими улицами поведет. Проведемся. Если кондиционер, надо говорить, если с ним комфортнее. Парк Победы с танками, с Катюшами. Какой-то классный. Вот впереди с ним. Куда-то нас во дворы закинуло. Это что у нас такое? Детский садик. Лице крыловое. Точно детский садик. Там теплица главная есть. Что там, детский садик, что-то выращиваю. Все зелено. Одни деревья. И домики, смотри, главное, покрашенные. Культурные. Что удивительно. Там дальше облезли. Ну вот облезли. Где облезли. Сглазили. Так, улица труда у нас. Ух ты, блин. Развязка новая. Вот эти вот стыки моста. Короче. Не комфортные они. Ох, капец. Вот тут вот у нас умеют делать с таким мостом, конечно. Прям жучно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох, кошмар. В общем, стыки и рельсы, это прям слабость Челябинска. При Петербурге такого нету. Кстати, вот этот дом-то тоже, по-моему, недострой какой-то. Эти микронов, ничего нету давно. Он так уже стоит. Это у них торговый ряд, торговые центры. Выехали на улицу братьев Кошериных. Ну, этот нам всего прямой, да, 7 километров. Еще одна заброшечка. Как вам, ребят, сидит? Дороги ширина, дорог Челябинска. Вот сколько едем, все дороги широкие. Вот сколько мы едем, везде деревья. Зелень, деревья. Офига, он там гоняет с такими зубами. Не, интересный, самый интересный район тут, это по набережной, где мы ездили. Где вот такие вот здания. Все хотите, что ли? Ой, да что такое? Слетаем, ну. Засматриваться тут нельзя, блин, в колодец сразу попадаешь какой-нибудь. Ну, вот тут уже симпатичные домики пошли более-менее. Какое-то интересное здание. Ну, непонятно. Едем дальше мы. Нахали мы в Максимилис. Здесь перекусить он единственный. Давно там не были. Как-то это грубо звучит, конечно, перекусить в Максимилис. Пивной ресторан. Ну, да ладно. Мы хотим мимо вот этой собора, да, по-моему, это собор называется. Храм все-таки. Мне казалось, собор проехать, посмотреть вот эту красоту. Здесь, кстати, еще где-то трактор. Кстати, ледовый дворец. По-моему, рядом с ним. Прямо-таки. А, ну вот он. Вот он, ледовый дворец. Можно на хоккей когда-нибудь сходить. Трактор. Трактор. Ну, живую-то что-нибудь посмотреть. А роль? Густав ресторан. Ну как? Так, а мы его увидим же сейчас. Лист это не будет прям такой насыщенный. Слушай, а это что, пробка что-ли? До самого перекуска? Офигеть. А нам направо надо. Ну ладно. Ради искусства. Уже, да, на 8? Ну как? Май 21-го. А он, слушай, еще ничего не открыли его, видимо. Видите, все горожное. Только сравняйся с Мишинкой. Давай сравняйся. Девушка. Ну что, она тоже похожа. Тут видно хорошо. Сейчас. Да, мощно, однако. Мощно. Еще один храм, ребята. А кто сказал, что в Селябинске должен в каждом районе быть храм? Религиозный. Религиозный. Сучатник. Ну, не знаю, не знаю. Не знаю. Не знаю. Мало храмов. Мало так мало. Путешествуем мы дальше. Дойдем мы с пятачком. Большой-большой секрет. И, как всегда, мы мимо всех новых районов проезжаем. Ну, это нормально. Это надо целенаправленно проезжать. Когда-то еще начать гулять по паркам. Ну, тут мы хотели прям с утра начать. Но только так и не начали. Но когда начнем, и, кстати, пишите, какие у вас парки более такие. С каких лучше начать? Может, и по всем прогуляемся постепенно, но какие особо вы можете выделить, посоветовать? Будем рады вашему мнению, челябинцы. Да. Едем-ка мы через набережную. Это улочка такая. Там, кстати, рисуночки всякие на домиках будут. Интересно, их больше стало или нет. Нифига кранов-то вон. Там все жилье строится и строится. Да, этот район-то посимпатичный. Он симпатичный. Тут еще все строится. Интересно, они саму реку и набережную отделали, почистили? Это авария, блин, да? Походу, дело еще на дорогих тачках. А, нет, тачка-то дорогая одна. ВК-БРК. О, перетерлись, так сказать. Там Киосол тоже так-то нормально. Скажите, что вы думаете о Челябинске? А ты кому? Я тебе. Ты мне? А ты думала нет? Нет. А я да. Не надо интервью мне открыть. Река. Как не надо уйти интервью? Не надо. Что думаете? Город как город. Город как город? Да. То есть ничего особенного? Ничего. С Екатеринбургом сравни. С Сарамилем. Те дома симпатичные. Угу. С рисунками. Угу. Все, еще скажешь. Все. Ну, по таким дорогам разве не кафедит широким? Везде широкие дороги. Так у нас в Екатеринбурге тоже широкие дороги. Нет, ты что? Где бурки узкие? Ты что? Это тебе как водителя по кайфу. Нет, ты что как пассажир? Подожди, ну ты как водитель же тоже иногда езжешь. Ну, мне дайте мне есть это. Ну, все равно не с Сарамилем. Конечно, что не везде. Я город имею в виду, не везде дороги. А, конечно, да. Челябинск намного лучше, конечно. Все уже спередишь. Да. Да? Да. Ребята, вы ее поймали условия, да? Ну, посмотрим. Сейчас мы проедем через реку Миас. Что там? Трущобы. Ну, дома вам, посмотри, какие. А, ну да. Стоил, прям возле реки. Там, или земля, очень дорогая. Что, 3К обмелило даже? Проезжаем Родник. Родник, это один из самых популярных торговых центров. Челябинск. Челябинск. Город хладный, исторический. Рисуночки прям всякие. Снова вернулись на улицу Труда. Видим на выезд из Челябинска. Видишь, два симпатичных трамвайчика. Но они разные, кстати, я смотрю. Да, тут по-современению, наверное. Кто-то знает. Так, куда он у меня показывает? У меня показывает уехать вниз. А, ну вот, за этим джипиком поехать. Вот лента большая. Вот этот кроссовок потерял. Кроссовок? Угу. Ну, бывает что. Ладно, мост украсит. Ну, все. Так, едем по улице Черкасская. Я забыл опять фамилию. Парк, имя никого. Тищенко. Это что такое, рынок какой-то, что ли? Лед или Толик. Понятно. Это что такое, декамник, что ли? Угу. Опа. Там трава несется. Сейчас становится. Таинькие советские домики обшарпанные. Улица Красно-Октябрьская. Красные и белые. Дорожка прям резко испортилась как-то. От слова совсем. У меня сейчас главный вопрос интересует. А в парке есть туалет? Не скажу. Зелененькие домики. Так, она показывает, что прямо их нет на право. Прямо, реально, какой-то край Челябинский. На торце балкона дома. Я никогда не видел, чтобы так было. Ну, видишь, у нас нет пятиэтажных. Так, но продолжаем ехать к выезду. Сейчас мы на улице Богдана Хмельницкого. Наверное, мы выйдем, где пост ГАИ, скорее всего. отправить им. Оп-оп-оп, же дачи, полицейские. все зеленые трава уже выросла дуванчики но цели уже как все быстро это происходит остановка антошка классно все вы так остановки называли было бы весело так что-то асфальт сарезан по ходу дела и уже давно магазин яблонька университет так по на все мы на трассу выезжаем всем огромное спасибо кто смотрел всем челябинцам еще привет еще раз привет все обсуждения в комментариях ну и советуете какие еще у вас парки скверы можно посещать всем удачи пока пока это было 6 мая 2023 года с полослава понимает до свидания всем удачи подписывайтесь кстати можете кстати скидывать какие-либо видео про челябинск там с машины вы снимали не там праздновали достопримечательности ну кто вконтакте может под этим постом принципе это выкладывать то есть я это только приветствую как сказать популяризировать свой населенный пункт все всем удачи что Продолжение следует...